Поехали смотреть первую карту гранд-финала. Это Мираж. Выбор команды Янг Нинджас. И они начинают в атаке защита от Маус NXT. Попытка номер три, как сказал клейко-аналитики. Зовут его Миша. Миша хочет крови. Хочет крови молодых ниндзя. Ну и посмотрим, удастся ли оправдать надежды Михаила Маузам в этом раунде. Давайте смотреть. Выход на базу B. GDC. Ну тут без проблем справляет Сапекс. Сбревает опорника базы B. Бомба будет установлена. Ну и теперь Мауза будут рассчитывать только на качественное выбивание. В спине Шухи. Падает от Манена. Как же не залетела там у Сьюхи вообще на самом деле. Манен отстаивает позицию в коврах точки B. Бомба уже тикает. Ну скорее уже будет половина. Торше пытается ворваться через Зиг. Нет, не выйти из маркета. Тут ниже. Но Торси погибает также на Зиге в Зи. Работа отличная проводится. Остался последний израильский боец команды Маус. Маус NXT ненадолго заберет, конечно, Сапека под завесу этого раунда. Но Рольф отправляет его в следующий. Это 1-0 в пользу Young Ninjas. Кстати, по поводу, собственно, куларных историй, о которых говорили наши аналитики, то что команда Маус NXT после очень плотной зарубы в Fnatic Rising все-таки отправилась на обеденный перерыв, если можно так назвать. По трапезничею. Ну и, собственно, теперь желудок переваривает всю употребленную пищу. И это будет проблема. Дядя Митя, кстати, ну вот он говорит, что ребрышки, борщик. Дядя Митя тоже хорошо знаком с украинской кухней. Это вкусно. Это вкусно. Время прошло, в общем-то, надеюсь, что ребята там сильно не наедались. Потому что, да, тут можно проспать выходы. Но это не о Жене в этой ситуации. Забирает он Манена. На подходе к точке А ловит он его с Деглан. Это были ковры. Дальше подключается Яма. А Рольф убивает обвинчика своего тиммейта. Сьюхи на голове. А JDC в джангле. Два игрока также за тикетбоксом. Кстати, они спешат. Пока что Янг Нинджи ставит бомбу. Это тоже довольно интересно. Ждут, видимо, они врыва через смок от своих оппонентов. Те пока что не спешат никуда. Торши мог и поймать там Сапика на пропрыжке. Но тут отправляется ближе к коннектору к Серши. Он забирает Рольфа. Уже интересно. На самом деле, 3 в 4 ситуация. Могут такое выигрывать команда Маус и NXT. Главное не спешить. Главное сыграть вместе. Сапик убивает Ксершина. Сапик смотрит на коннектор. Два игрока на Сити с GDC. Сбревает в Зи. Сьюхи не дает пройти Сапику. Последний остался ZTR. И Мауза отвечают. Да, 33% здоровья у ZTR. Ситуация 1 против 3. 50 секунд до конца. Бомба не подконтрольна шведскому игроку. Короче, моментальный ответ от Маузов. Как так? Да, вот вроде как раскидали, там разменялись. Ладно, там одного бойца потеряли на подходе. Это был Манен. Но потом вроде же смоки у вас есть на месте. Сити закрыта. На голове тоже дым. Джангл не просматривается нормально соперниками. Но в итоге так бомбу долго ставили. Может быть далеко она находилась. Хотя тоже странно. Видим мы по радару, что она упала возле фаербокса. Это, да, ошибка, за которую наказывают своих соперников Мауз и NXT. Хорошее для них уже начало. У нас, кстати, сегодня это третий форс после взятого пистолетного раунда. Я думаю, что не последний точно, потому что это только первая карта. Это финал, который играется по системе Best of 5. Но напоминаю нашим зрителям о том, что так как команда Young Ninjas выходила из винеров, то у нее есть преимущество в одну карту. Это уже финал, который начинается с отсчета 1-0. И вот он ответ. Мауз. Я не знаю, как у этого человека есть еще голос до сих пор после матча с Fnatic и Rising. Там что-то невероятное происходило. Ну, в каждой команде должен быть местный заводил. А у команды Мауз и NXT это как раз-таки Ксерцион. Что придумают НП? Это вопрос проигравших соперника. Собственно, можем послушать, о чем будут общаться молодые ниндзи. Субтитры создавал. Накана Аграт, как вы знаете Калла Акусон Я думал, что мы идем первым Не АВП Думаю, мы просто контактируем Да, они уничтожены Я думаю, что я Да Пика трапс, нет Да у них Да, лидер Хмэ, Маккай, Маккай, кodia Я держу джунгл С ahead of the shadow Попытаюсь, держу Попытаюсь Попытаюсь, тебя не importa Наверное, я калорий джунгл Это агтарик Да, джунгл Этот джунгл 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 Делай джунгл Джунгл это Юнгель отопа. О, нет, Юнгель сета. Робс не в конечном саду. 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 Ну, GDC начальник этой карты, вообще этой точки А, наверное, на карте Мираж, вернее. Просто потому, что такие минусы дал очень важные, на самом деле. Потому что выходили там довольно активно, пытались убить джангл. Игроки команды Young Ninjas, но GDC одного забрал, и второго, что не менее важно, убил на ниндзя в этом прыжке. Это было жестко, и GDC, кстати, у нас тоже интересный такой момент для наших зрителей. Будем следить мы очень пристально за этим парнем и за ZTR, потому что они у нас находятся на первых двух позициях по личному зачету. То бишь, или GDC, или ZTR могут получить MVP этого турнира. Да, интересно, интересно. Однозначно GDC во время ландфинала набирает обороты, и он вышел на первые позиции в своей команде. Пока что против ЭКО проблем не возникает у ребят из Mausen XT. Два безответных минуса. Жейн забирает третьего, Рольф в таверну. ZTR и Маннин вдвоем. Уже только Маннин против пятерки Mausen XT. Да, вопрос времени. Маннин, конечно, красавчик. Попадает с диплом. Но в этом случае скорее не пропустят его. Хотя Сьюхи мог и не пихать в этой ситуации. Тоже было довольно важно выжить всем. Учитывая, что команда Young Ninjas в этот раунд ничего особо не инвестировала. А то и всем пятером нужно было улучшить экономику из команды Mausen. Ну ладно, такое случается. Сьюхи хотел выйти на свой третий минус. Получил уверенность. В целом он очень конкретно так обидел команду Fnatic Ryzen. Потому что там сыграл очень хорошо на трех картах. Именно капитан команды Maus сейчас. Ну и Маннин все еще пытается убить. Еще и Жейна получается забрать. Это было опасно на самом деле. Потому что потом перевод еще прицела на Аксершиона. И все могло произойти здесь. 3-1. Пока что в отрыв небольшой отходит команда Maus сейчас в защите. У них все просто шикарно по экономике. Особенно у JDC Ксершина и Торши. Ну а Young Ninjas сейчас окупается. Пока без снайперской винтовки в атаке. Это 5 калашей. Ну, кстати, для Нипова это небольшая проблема. Да, FSI может играть в атаке со снайперской винтовкой. Тем не менее и с AK-47 также хорош. Что придумают молодые ниндзя в этом раунде? Четверка игроков отправляется под базу B. ZTR в центре. И как же Тор же попадает с АВП. Отличный выстрел. Это численный перевес для Maus NXT. Но готовится раскидка на точку B. Сейчас это смог на маркет. JDC, наверное, под себя тоже будет откидывать. Играет дальше опорником. Помощь уже в пути от Ксершиона. JDC убивает одного Рольфа. Не было пока что размена. Пытается выйти на него с другой стороны. Манен. Это у него тоже не получается. Крэш. Ксершиона в точке. И FZ остался последний. Убил, конечно, Ксершиона. Но слишком много здесь противников на точке. Хотя попытка была неплохая. Тор же, правда, не промахнулся с АВПом. Четко. 4-1. Точка B сейчас выстояла. Хорошо отыграли оба опорника. Кстати, вот опять-таки же, возвращаясь к словам наших аналитиков, то что два миража Young Ninjas выиграли в Maus NXT приблизительно в одном и том же стиле. Простые раунды в атаке, которые действительно хорошо работали. Вот наконец-то мы видим, что к этим простым раундам Maus'а уже готовы. То есть эти встречи B-пунта, своевременная халпа от Ксертиона, это просто загляденье. Экономически от Young Ninjas потратились не особо много. Два дегла ТЭК-9, B250 иглок у FZ. Это говорит о том, что появится снайперская винтовка. Ну а в этом цель Нипов выбить как можно девайсов из рук Maus. Видели мы, что прицел был от трех игроков команды Young Ninjas на коннектор, туда же летела 3 хае. Но Торше был сверху, потому не получил особо урона. И уже под окном подходит Сапик. ЗТР помогает. За центр решила не воевать команда Maus NXT особо. Они понимают, что у противника там очень уязвленная экономика, так что они тут не могли особо закупиться. Подсаживают ЗТР. Кстати, может Сьюхи пройти в этой ситуации. Дигл может там и наломать дров. Торше открывается, убивается Апика. Дальше будет играть. Минус по FZ. Бомбу только что показали на радаре. Ну и ЗТР убил Сьюхи. Это в окне на самом деле важный минус. Как-то еще Торше поймать на этой наглости. Потому что уже откровенно идет за третьим фрагом игрок команды Maus NXT. Но пока на него никому не выйти. Но Квадра должен делать. Да, спокойно забирает Рольфа. Последний ЗТР. Главное не есть для Торше. Потому что остановить снайпера после подобных действий будет крайне сложно. Но Торше тоже заряжен. Вот не было этого против Natic Ryzen. Были, конечно, там у нас подобные моменты у команды Maus еще на первой карте, когда они соперника укатывали без шансов. Но потом просели после Inferno. У них там действительно, я думаю, заиграла мысль о том, что противники могут их оставить еще и без финала. Но они смогли сюда прорваться. Вот он тренер. И в игре. И у нас здесь на арене. И седьмой раунд у вас на экранах тоже. АВП от ВЗИ. Надо выигрывать Торше. Он тоже это понимает. Ну вот как раз таки к этому моменту Торше подошел в идеальной игровой кондиции. Торше позволяет себя агрессировать в подвале. И спокойно забирает Рольфа. Очередной андрифраг для Mausen XT. Начало, о котором можно было только мечтать. Но вот позиция ZTR. Она просто великолепна. Прокрался. Жейн забрал на фаербоксе. Уже 4 в 4. И куда же отправился NIP. А пустое вообще. На самом деле там Торше нужно как-то выйти из андера. Пройти на коннектор. Но противники уже забирают бомбу. Правда далековато она находилась. И не было информации о том, что в принципе ноль игроков после убийства от ZTR на точке A. Такой Молик. ZTR пытается поймать на выходе на джангли. Забирает Сьюхи. Информация получена по окну. Но вот GDC он не чекал никак. Так, но преимущество только что было получено. Взи убивает GDC. На размене сыграл только что ксэшн. Торше. Вот он на голове. Не дает Взи выйти на позицию. Сапик на дефолте. Ой, увидели его только что противники. И тут уже не выйти. Торше, работающий по всей карте. Снайпер является палачом сейчас команды Young Ninjas. Да, шикарное начало для Нипов. Просочился ZTR через коннектор. Сделал два минуса. Ну вот где-то в моменте не остановил свою агрессию. Уже, знаешь, на плюс морали, наверное. Продолжал вскрывать позицию джангла. За что был наказан. Ну а дальше Торше с ВП оформил качественное выбивание. Это первый тревожный звоночек. Успокоиться должны Young Ninjas. И Мауза очень заряжены. Да, так часто получается. Вот если еще вернуться в времена до пандемии, там если какие-то ланы были, то вот команда, которая играла обычно второй полуфинал или просто даже свою игру и потом еще и в финал им нужно было играть, то она всегда выступала на очень высоком уровне. А даже бывает, даже не бывает, а зачастую забирала этот финал, потому что она уже разогрета, она уже понимает, какой стиль, какой вайб подходит вообще под этот финальный день этой команде сейчас. И Young Ninjas нужно что-то делать с Мауза и NXT, потому что те уходят в отрыв. Это уже пять очков преимущества. Что по деньгам? Их нет, это пистолеты у атаки. Саша, ведь на секундочку все начиналось со взятого пистолетового раунда команды Young Ninjas. Да, это настоящий ночной кошмар для любого коллектива, который вот так вот начинает финал. Ну, опять же, есть еще очень много шансов вернуться. Главное, чтобы у нас были близкие раунды, потому что, ну, пока мы такие не наблюдаем. Очень часто первые минусы от Торши. Снайперская винтовка действительно попадает. Вот наконец-то раскроется этот персонаж, потому что мы его хвалили. И то, чтобы его не было, но он не выделялся. Вот эта карта как раз для него. Да, тут снайпер может себя проявить во всей красе. И начало положено. 12 фрагов, 1 асист, 2 смерти. Пока что с подобной статистикой идет товарищ Торши. Ну, а вот Young Ninjas в поисках точки отправления. В Зи в окне уже находится, что ли? Интересное расположение. Сейчас выбрала себе команда Маус и НХС. Они вообще играют без центра, но при этом поджимается точка сейчас в яму, и будет перетяжка третьего на Б. Туда же идет раскидка от команды Young Ninjas. Ну, то есть есть полное понимание. Отдача окна. Ну, и выход на базу B. Выход на базу B. Сью уже находит в Зи. Тут без шанса должны закрывать. Да, тут был момент, когда в одну линию выстроились оба опорника. Манин. Три минуса. Так, подождите. Он фуловый, у него есть калаш, у него минус 3. Есть уверенность. И Сьюхи пытается удивить противника. Там прострел от Джейна, конечно, такой неприятный. 52 хп остается у Мана. Она попытается выйти дальше, но нет. Прицел не доводит до голове Сьюхи, и тот даже не дал сопернику поставить этот пакет. Манин постарался, конечно, но, опять же, он был, наверное, там, последним выходящим и смог эти минусы оформить. А что дальше? Ну, тем не менее, знаешь, непростая ситуация, будучи, там, один против пятерых, четверых, стэком в руках, в окружении всей вражеской команды, расписать и попытаться зацепиться за раунд, Манин, конечно, красавчик. Да, у нас таких еще вот невероятных клачей не было. У нас были, конечно, один в три ситуации, но так, чтобы один в четыре, один в пять, то да, возможно, в этом раунде подобное произойдет. Будем верить в это, что очень много хайлайтов приготовили нам команды. Девятый раунд сейчас и купили снова Янг Нинджас поджим точки Б под аккомпанемент Торши от JDC. Будет близкая позиция в кухне, неужели дальше пойдет, но это совсем уже яйца нужно иметь. Зитя Ара вообще не ожидает этого, судя по всему, нет, вышел, убил одного, но Манина потеряли на точке А. Там будет выход через яму, Жей на себя байтит, Сьюхи там могут не прочекать на дефолте. Так и получается, Сапик убивает и убивается об этот защитный редут и не может дальше выйти у нас в ЗИ только один минус от Авика. Зитя Ара последний, по нему был Айнфаун, под Б убивал. И заметь, агрессия была по всем фронтам, поджимали Б ковры, поджимали А ковры, яму выпускали и, ну вот знаешь, ниндзи к этому не готовы. Зитя Ара хороший первый минус, Жей на забрал. Сертион разменивает тиммейта и оформляет победу Мауза на XC в первой половине. Какая плюс морали сейчас у команды Мауз, да? Вот с одной стороны ты выходишь на финал, у тебя там 0-1, но при этом ты только что выиграл потную катку против Natic Ryzen. Если ты еще выигрываешь, вот я соглашусь с Мишей Кейном в этом случае, потому что если Мауз заберут себе эту карту, это уже будет 1-1. Не то чтобы все с чистого листа начинается, так-то оно да, на бумаге, но по морали Мауз будут далеко впереди. Это факт. И, кстати, если говорить уже откровенно, то по-хорошему Мауза должны были закрывать NIP со счетом 2-0. Все это должно закончиться было на карте Vertigo, да, по-моему? Да, Vertigo. На Vertigo отпустили, на Mirage уже было без шанса. Так, Sershan снова первый минус и снова он от стороны защиты. Что происходит вообще? Я понимаю, что это пистолеты у команды Young Ninjas, но надо как-то вместе сыграть, может быть. Как-то более прямолинейно они пытаться расшатывать. Ну ладно, это решение команды. Понятно, что сейчас оно не получается пока, что не конвертируется, вернее, в успех. Но все еще попытка ZTR. Снова последний. Снова против большинства. Убивает Орши. Но дальше скорее не пройти Xershan. Да и не только его, все перетягиваются сюда. Там бомбу, кстати, нашел у нас товарищ Сьюхи на топ-миде. Так, ZTR находит голову Ксертиона. Уже интересно. Красный GDC. Если подвалить Xershan, то проблемы у Mousen XT могут появиться. Дальше не пойдет. Зачем ему куда-то отправляться на поиски ZTR? Сейчас, на самом деле, не пересидеть бы лидеру команды Young Ninjas, потому что могут его еще и после раунда здесь убивать. Так, ну он четко понимает, что в спине находится игрок. Заметил Шухи. Открытая перестрелка, но игрок Mousen играет достаточно аккуратно. Успокойно. Заметь, что делает парочка игроков под базой B? Кстати, бомбу-то нашли. Тоже интересно то, что... Ну, может быть, Сьюхи еще раз сказал. Так, ребята, бомба у меня была. Бомба здесь. И вы там стоите в маркете. Да, понятно, что если бы он забрал эту бомбу, то, возможно, пошел бы на точку B. А там история, знаешь, мы с Тамарой ходим пара, и пацаны по-прежнему остаются на B-пункте. Да, нормально. Окей, интересно. Знайфовская винтовка. Ой-ой-ой. Хороший минус, но вот позиция Жейна не считается. Не убивает, не убивает. В конце раунда. В раунд. Надо просто без денег оставлять капитана команды Young Ninjas. Я это понимаю, Джейн. Надо выйти. Сейчас уже раунд заканчивается. Да, получается, это минус мораль, конечно. Там 2 950 остается еще. Но придется скорее играть с пистолетом. Да, идеально все просчитал Шейн. Это тот момент, когда преступление было безупречным. Вроде бы, ну вот, ликовал ZTR. Три минуса в абсолютно безобидной ситуации. Один против пятерых оставался ZTR. Ага. Там прострельчик был, Саша. Это было красиво. Не заметили, да. Я так и не понял откуда. Думал, что где-то в миде там прострелили. Но нет. Дефолтный прострел на самом деле попадает под него в кухне. Игрок команды Young Ninjas. Попытка быстрого занятия Зига. Но Торше на месте убивает Рольфа. Вы знаешь, это тот момент, когда ты прав, что на месте. Но у него нет места. Он каждый раунд находится на разных позициях. И вот это тот момент, который... Ну, наверное, вот когда у тебя так играет снайпер в команде, ты счастлив. Да, конечно. Тут встречает уже Яму, так. Неприятный тайминг. Но там, если что, помогает Джейн под коврами. Ему летит Молик. Не тушится. Флешка полетела. Но ZTR слепым будучи убивает. Сапик также сбривает. Сьюки это было на хеджотик. Сержа не дает пройти Сапику на коннекторе. Это важный минус, на самом деле. Потому что благодаря ему Торше может как-то уже более открыто играть с АВП. Но нет. Выход на ВЗИ. Тот его удивляет. GDC не дает пройти маны, но на хеджот. И остается ВЗИ и ZTR против Сержа на GDC. GDC. Какой хеджот! Шикарно отыгрывает GDC. Сертион приходит с КТ и забирает последнего из Young Ninjas. Один по-прежнему в активе шведского коллектива. Мауз и NXT показывают тотальную доминацию на первой карте в этом гранд-финале. Это ураган команды Мауз и NXT. И под него попадает маленькая деревушка Young Ninjas. Ну как еще можно это описать? Потому что сносят просто все на своем пути сейчас игроки защиты. И мы видим, что после первого минуса Young Ninjas не пытается там как-то сыграть дольше по раунду. То есть я имею ввиду как-то медленнее. Нет, они выходят довольно прямолинейно. То есть пытаются после минуса на одной из части карты выйти просто туда, где у них в принципе ближе находится бомба. И это не получается, потому что Мауза готовы ко всему, что предлагают соперники. ZTR спускается в метро. Напоминаю, что в этом раунде есть два девайса от Манена и Рольфа. Галил и АК-47 соответственно. Ну Мидл снова отдает Мауз. Мы уже такую картину с тобой видели. И ни к чему хорошему это не приводит для Young Ninjas. Ну, вроде бы, знаешь таки, нас заберите. А вот как им распорядиться, пока что Young Ninjas не понимают. Интересный еще момент. Вот знаешь, Саш, в предыдущей взоровье против Fnatic Rising, Мауза и NXT были более спокойны. Да, там были проблемы. Тем не менее, команда играла спокойно. Здесь мы видим, как сердечко зашкаливает. При этом доминация 10-1. Все просто шикарно. Какой выход на мясорубку. И тут тоже все спокойно. Да. В общем, флешка от Сапика ослепила, на самом деле, и ZTR, и FZ, которые не смогли дальше пройти. А Сапик был на зиге. И не то, чтобы это была самая главная проблема, там, команды Young Ninjas. Нет, понятно, что их встречали тоже близко. И ко всему здесь были готовы опорники. Но в целом у нас пока что нет конструктива. Нужно тут устанавливать паузу за паузой. Так, а давай порассаждаем. Если, ну, условно проигрывают первую карту НИПы. Это их выбор. Это Мираж. Дальше Нюк. Допустим, Мауза забирают Нюк. Это 2-1 уже в пользу Мауза и NXT. И третья карта, это выбор NIP. Это Инферно. То самое Инферно, где все всегда 50 на 50. И скользкая ситуация для Young Ninjas. Ни в коем случае, по-моему, карту Мираж проигрывать нельзя. Да, потому наши тренеры в аналитике тоже отдельно отмечали именно этот момент. Что нельзя. Нельзя. Young Ninjas проигрывает. Но они, опять же, пикали Мираж. Продиктовано. Это было тем, что, ну, вчера выиграли у Мауз. Но это была третья карта. Это было после камбэка на Vertigo. Это было после того, как Мауз и NXT были еще более уставшими, наверное. И эмоционально высосанными. Вот. Потому здесь совершенно другая история. И мы любим Ланы вот за счет таких моментов. Мы еще больше и больше любви питаем к таким моментам. Потому что у нас команда, ну, вчера выступила там, как получилось. Ну, проиграла, она потом вернулась. И в гранд-финале совершенно другая картина. Да. Да. И это Мауз и NXT, который показывает абсолютно другой Counter-Strike. Другой день. Другой матч. И абсолютно другой результат. Итак, затишье на Мираже. Без каких-либо перестрелок за минуту сыгранного времени. Только автоматическое оружие у Young Ninjas. Традиционное занятие центра карты. Мауз опять-таки же отдают эту позицию без боя. Говорят, окей, парни, занимайте. А вот дальше... Снова B. Дальше мы будем общаться. Снова B. Выход через Зик. Три игрока туда уже направляются у команды Young Ninjas. On JDC. Пока что за смоком у него противники. Зик тоже показался. Там флешка. JDC успел отойти к Сержу. Он пытается помочь. Ему уже падает. Его тиммейт. Надо кого-то забирать. Но там еще у нас один игрок находился. Все это время это Сьюхи, который за Форестом. За лавочкой. И надо отменить бомбу. Или не будет пока что открываться Сьюхи. Выход. Ай-яй-яй. Как же с проблемами забирает. Но, в общем-то, Сапик его уже не отпускает. Тут выход через маркет. Два игрока попытаются на выбивание. Жейн! Находит Сапика в Зи. Убивает Торше. Последний остался Жейну. И тут, конечно, информация была. 2.11. Окей. Ну вот, знаешь, даже в таком размене шансы были у Maus NXC зацепиться за раунд. Засада, в принципе, сработала. То есть про Сьюхи информации абсолютно не было. И будь он более хладнокровным, более точным со своей автоматикой, он бы мог решить исход этого раунда в одиночку. Но вот поторопился. Все как-то криво полетело. В итоге позицию и потенциал этого момента не реализовал. 11-2. Попытка через подсадку сделать первый минус на лавочке. Обидный промах от Зи. А ведь это был стопроцентный шанс найти entry frag. Да. Хотя, казалось бы, должен попадать там. Но Молотов закрыл там часть модельки игрока защиты. Активности также у нас нагнетаются на центре. Там под коннектор прошли два игрока. Торше на окне даже не видит в этих смоках никого. Успели пройти там ZTR сапик, но нет. Их встречают два игрока, которые как раз таки смотрели коннектор. Жейна сбривает в яме. Сьюхи! Уже три минуса в этом раунде на квадро. Возможно, выйдет. Но Манен попадет под прицел Торше. Это 12-2. И мы будем смотреть последний раунд этой половины. Его, конечно, было бы круто забрать, Young Ninjas. Но вот они раунд взяли, раунд отдали. И что там будет по деньгам? Там будет очень мало. Там в раунде, который забрали, выжило всего-то на всего два игрока. Соответственно, ну, давай смотреть. Три Ака 47 появляется. Окей, это хорошие новости. Ну, два девайса. Точнее, два комплекта. Гранат с пистолетами. Это то, что оставшихся игроков. Ну, на разгромный счет претендует команда Maus NXT. Двенадцать уже есть. Готовы забрать и тринадцатый. Зитяар на центре. Тиммейты под аплантом. Зитяар. Ну, повезло Зитяару. Торше еще так не промахивался просто, да. У него там чуть ли не сто процентов попаданий с АВП было. Жейна раскидывает. Там уже расшатывается. Потихоньку оборона. Или нет? Жейн. Не прочекали никто. Там ковры. Выход Жейн убивает еще и третьего. Четвертого не получается. В ЗИ на размене сыграл уже дважды в этом раунде. Но остался два на три вместе с Зитяаром. Уже только капитан отвечает за свою команду. Убивает Торше. Там девайс. Можно подобрать. Уже калаш на руках. К сершивану и GDC можно просто отморозиться пока что. Или вместе сыграть. GDC не будет сидеть. Будет выходить уже. Закрывать все вопросы. И это уже 13-2. Разгром. Ну, четко сработали только что. Против Зиара. В ситуации один в два. Один натопал. Забайтил. В этот момент КТ выбежал. И без шансов забрал последнего шведа. Что мы в итоге имеем? Это выход на пистолетах на Б. Который взяла Young Ninjas. И еще один Б раунд. Да. По сути все, что смогли взять шведы. Это два раунда под базой Б. То есть на А у нас вообще никакого позитива. Мы видели насколько была пластичная оборона. И как же был хорош торшив с этим авиком. Я думаю, что когда у тебя, да, действительно снайпер так убивает много. То он заряжает всех остальных. И там уже и Шейн лучше играть стал там на дефолте у себя. На точке А как один опорник. И в этом можно было в соло оставить. И быть уверенным в том, что он свои минусы даст. Ну и GDC тоже хорош, конечно. Да. В принципе вся команда Моуспорт смотрится конкретно на этом мираже очень круто. Все попадают, все убивают. Грамотно взаимодействуют. Идеальные перетяжки по таймингам. То есть было парочку ошибок, за которые они помогли наказывать. Ну собственно, наверное, они вот эти моменты и реализовали. Смогут ли вернуться? Это главный вопрос. Сторона защиты для молодых ниндзя возможно станет той самой камбэчной. Это мираж. Кто знает, тут все возможно. У нас 10 скилловых игроков на сервере. Это излюбленная карта, я думаю, у каждого из них. Потому здесь может произойти тот самый камбэк. И у нас такое мало случалось еще в онлайн части. Мы вот тоже обсуждали недавно с Алексеем, что там у нас были счета. Там что-то около 3-12. 1-14, например, как Na'Vi. А Junior играли против Virtus.pro Prodiger. Но вот камбэч еще не случилось тогда. Может быть в ландфинале? Может быть в грандфинале ландфинала? Кто знает, это зависит от этих ребят. И тренер подсказывал там что-то... Виндол. Виндол. Слешим, тим спин команды. Мы чесим, мы чесим сейчас. Мы чесим вместе. Чесим. Коп. 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 Ниндзя. 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 Ниндзз. Ниндзя. Ниндз. Ниндз. Ниндз! Ниндз! Мамус! Ниндз! Это было очень быстро честно. Как только вот объявили о том что слушаем TeamSpeak, там уже первые минусы полетели. Очень быстрый выход на эту очку А. ЭТО настоящий каток. От Маус НХТ. И сейчас вот этот асфальтоукладчик просто хоронит команду Young Ninjas на карте Mirage, иначе не сказать на самом деле, потому что ну совсем уж ничего не получается у шведов, и такое ощущение, что действительно они уже могут быть мыслями на второй карте, а это будет нюк. Вот знаешь, это очередной повод задуматься, то есть мы-то рассчитывали, что у Маузов там живудок будет переваривать пищу, и ну, все, весь ресурс организма будет как раз-таки потрачен на это, а видим абсолютно другую картину Young Ninjas, которые не играли сегодня к этому гранд-финалу на первой карте оказываются максимально небоеспособными. Слушай, может быть секрет в борще животворящем? Я уже не говорю о робрышках там, но борщ перед финалом это, наверное, еще и чит. Плюс чатик, если слюнка потекла. Со сметанкой, да. Ух, ух, дядя Митя! Ну, на 15-й сейчас готов выходить Мауз в NXT. Одного уже противника уронили, это был Манен в Зи, получает свой хэдшот от Сершина, который попадает строго в голову сейчас. И JDC не дает выйти Зитяру с тикетбокса. Там уже билет куплен в следующий раунд. Ну, это 2 в 5 с учетом того, что форсили молодые ниндзи с большой вероятностью. Ну, как с большой вероятностью? Это уже была изначально история про ва-банк. Но в Зи дерется. Подожди, или Цапик, третий минус. А тут проблемки у Мауза NXT. Рольф в спине. Может выйти сейчас убить противника за фаером? Да, получается. Воронить Сьюхи. JDC остался последним. Но опять же бомба. Тикает. А мне дефузов. Напоминаю, бам. JDC убивает Цапика. Дальше выход. Патроны заканчиваются у Рольфа. Ай-яй-яй-яй-яй. JDC как же отыграл. Сейчас вывел свою команду на Маа-Пойнт. И готовы забирать себе Мираж Мауза NXT. Да, красавчик JDC. Он заметил вообще, что произошло? JDC ведет перестрелку против ковров, а именно против Рольфа. И понимает или слышит, как выбегает второй игрок Нинджес. Забивает на ковры, переводится, убивает его. Ну и как раз-таки у Рольфа предательски закончились патроны. 15-2. Мауза NXT, сим-спик. Давайте послушаем, как буду заканчивать карту Мираж. Победа! Победа! Победа команды Мауза NXT со счетом 16-2. Кто мог подумать, что именно так начнется наш гранд-финал?